Так, сейчас подключаюсь, все. Михаил. Так, меня слышно? Я тебя не слышу. Сейчас проверим. Да, слышно, видно, отлично, хорошо. Отлично, я тут как раз золотое яблоко пришел, чтобы атмосферно было. Хорошо. Так, давай я тебя кратко представлю, а потом ты немножко тоже о себе расскажешь. У нас будет такой вопрос-ответ сегодня. Михаил Платов, выпускник курса «Эксперт парфюмерии». Соответственно, чем занимается? Подбирает парфюмерные гардеробы, продает парфюм и мечтает, ставит определенные цели в развитии в парфюмерии. Михаил, давай, я тебе передаю слово. Расскажи, чем ты занимаешься в парфюмерии, чем занимался и какими ты видишь свои перспективы здесь в развитии и в росте? Ну, начну с того, что я начал заниматься в парфюмерии примерно в году, наверное, в 2018. Начиналось все, на самом деле, очень банально. Продавал целые плаклоны, потом перешел на распив, но четкого понимания по подборам, допустим, не было. То есть было продажи парфюмерии под запросы и по большому счету все. Что касается непосредственных описаний ароматов и так далее, ну, мягко говоря, плавал. Приходилось заходить на программчик, смотреть там ноты. Но, опять же, очень сложно говорить о каких-то нотах, когда ты не знаешь, как они на самом деле пахнут. Да, там тот же самый сандал, который негде попробовать, да, или там бергамот. Многие ассоциируют там часть бергамота, но это совершенно разные вещи, поэтому, конечно, сложно было вообще каким-то образом продавать и описывать ароматы. Вот, но после того, как я прошел обучение, и очень хорошая была практика именно с этими парфюмерными компонентами, да, с этих типов, с дешевыми веществами. Здесь уже появлялось полное представление о том, как это передается непосредственно ароматов, да, как они пахнут, как они дают арома воздействия. Вот, и, соответственно, уже, когда находил тот или иной компонент, да, родился, что, блин, я знаю, что здесь есть кожа, я знаю, что здесь вот этот бергамот и так далее. И ты уже понимаешь, для чего непосредственно нужен этот аромат, как он работать будет при использовании, скажем так, во благо или наоборот, да, для парфюмерного брендероба или просто даже для использования. Вот, поэтому здесь, конечно, мне это очень сильно помогло. Так, а как ты думаешь, я тебя тоже буду расспрашивать со стороны, вот некоторые говорят о том, что, ну, а зачем на самом деле вот это знать парфюмерные ингредиенты, потому что ведь клиенты сами не знают, как звучит бергамот, как там звучит сандал, типа, можно как-то по-другому им продавать ароматы и не разбираться при этом в нотах, типа, никому это не нужно. Что ты думаешь? Ну, на самом деле, ноты, что-таки, они не знаю, это, приведу, наверное, такой даже простой пример, с музыкой связанную, да, потому что есть некое обобщение можно провести на этой музыке, по примеру, там тоже есть ноты, и, соответственно, если мы не знаем, допустим, звучит та или иная нота, целостной какой-то композиции, и направление этой композиции мы никогда не поймем. То есть это у нас какая-то грустная песня, да, или наоборот, это, как сказать, романтичная мелодия, вот по теме то же самое. То есть если мы не будем знать, как работают те или иные компоненты, как они звучат, мы не можем их правильно описать, правильно исти информацию для нашего клиента. И если мы хотим действительно позиционировать как эксперты, то в этом случае мы должны давать полную, скажем так, картину человеку, да, что, к примеру, это ягода, да, допустим, там, малина. Она звучит сладко, да, она нам нужна для того, чтобы, например, почерпнуть какую-то романтичную составляющую, то есть это будет аромат для свидания, но не так, там, не для офиса, малина, она сладкая и так далее. Поэтому я считаю, что это крайне необходимо узнать. А скажи, а вот ты же раньше, да, там в маленьком городе жил, сейчас в Москву переехал, и вот жители маленького города, как они реагировали на вот эти ноты, на примерный гардероб? Было бы для них это что-то новое? На самом деле, да. Что касается маленьких городов, небольших, то здесь, конечно, очень много людей, они просто, ну, понятия даже не имеют, что такое партнерный гардероб, и даже вот это словосочетание партнерный гардероб, они даже не знают, что это такое. И здесь такие плюсы, блин, ну, во-первых, ты позиционируешь уже как эксперт непосредственно, ты можешь человеку дать полную картину по аромату, то есть можно же делать не только гардеробные, да, но и просто какие-то индивидуальные подборы, небольшие. То есть буквально там два аромата, да, либо человек пришел с запросом, условно, там, все любят, дочек, добавляю, императрица, да, но когда ты узнаешь, как он занимается, это аромат вообще у него, несмотря на то, что ему нравится, и можно подобрать, допустим, сложное какое-то направление, которое будет нравиться, но которое подчеркнет ту или инюю, скажем так, область жизни, да. Поэтому в маленьких городах это вообще очень архивально, хотя и в больших городах здесь тоже люди, ну, они привыкли выбирать, скажем так, послушав консультантов, либо по принципу нравится, не нравится. И очень часто бывает такое, что человек, который пришел в магазин, присутствовал со консультантом, сделал, скажем так, преждевременную музыку, и всегда же говорится, и вот как ты рассказывал, да, что не нужно делать спонтанных покупок, то есть если понравится, нужно подойти к нему на поценивание еще раза два. В разных настроениях, да, и вообще посмотреть, как себя аромат вверх тоже, вот, поэтому здесь, конечно, многие люди, вот они вот таким образом, покупая в магазинах, немножко с удовольствием так, вредят. Потому что в большинстве случаев ароматы часто, те, которые только для консультантов, они чаще всего стоят и полочки дальше. Так, а скажи, пожалуйста, по поводу парфюмерный гардероб, когда ты его стал продавать на платной основе, что люди говорили, вот, они не говорили о том, что, блин, а почему это платно, может это... Ну, на самом деле нет, ну, так не было, чтобы говорили по челю, платно. То есть когда человек просто без запроса говорил, ну, примерно вот кто-то тот ряд, да, то есть я ему там беру необходимый аромат, но первый запрос, вообще, вообще, вот, вообще, такая интересная у меня история была, нанес на себя, значит, аромат, молекула 0,1 плюс почему, а почему, или, как мы знаем, это запах денег, да, то есть ассоциирует во штоке, особенно с деньгами, притягивает деньги. И, в общем, нанес на себя этот аромат, думаю, ну, что-то сегодня должно произойти. И вот моя первая продажа гардероба по тарифу максимально на 12,5, как я расходил, она была вот именно в этом аромате, я ее публикул, много звонил человек, я кликал, ты же подбираешь гардеробу, да, и, конечно, можно сделать гардероб там, ну, базовую, по базовому тарифу, можно сделать там максимально, где максимально, как бы, хорошо. Сертификат есть, есть. Вот мне нужен сертификат, примерно отнесал ко мне, ну, уже, то есть сделка прошла максимально быстро, то есть пока я там ехал в Сихрой Львов, мне на счет упали деньги, все. После этого я уже работал с клиентом, то есть клиенту подарили сертификат на подборку с нормальной гардероба, и, конечно, подбирал вот запросы, как и сферы деятельности и так далее, но клиент остался доволен. Угу. Скажи, а вот как быть, такой тоже частый вопрос бывает, подбираешь парфюмерный гардероб и, ну, до конца иногда не бываешь уверен, подойдет клиенту тот или иной аромат. Вот как ты в этом, как ты для себя решение здесь нашел? Ну, сейчас, во-первых, при подборе необходимо учитывать некоторые табли, да, то есть какие ноты, то есть если кто-то знает, да, какие ноты ему не нравятся, либо, может быть, какие ароматы ему не подсадят, может быть, какие-то конкретные ароматы, да, и, соответственно, исходя из этого, из этого подбора. Что касается уверенности, ну, здесь, на самом деле, кто-то должен быть уверен в том, что он делает, в том, что он подбирает, и аргументированно это подбирать. То есть если ты сомневаешься, подойдет или не подойдет, просто, наверное, попросить советы, может быть, таких же ароматов, да, что ребята там любят разыграться, ну, допустим, там клиенту не нравятся такие ароматы, да, я, допустим, подобрал таких ароматов, скажем, ну, не знаю, то есть это будет там Санфай 33, вот я лоблю, да, и вот я не знаю, подойдет он там для опроса, допустим, или не подойдет. Вот, по такому принципу. А дальше с клиентом там и заработа на самом деле будет прождество, потому что, когда мы человеку объясним, как это работает, лицо этот аромат подтвердит, то у человека может поменяться настроение. Ну, в принципе, не может поменяться, но это просто отнимается. Это также параллель с стилистами, да, то есть когда мы приглашаем, скажем так, сотрудничество стилиста, который нам подбирает гардероб, мы поначалу, мы уже тоже там, условно, мы решим только увидеть одежду, если бы, ну, как бы, цветный, ну, и вообще не то, мы примерим по себе, мы понимаем, что это, блин, наша, вот, поэтому здесь, я считаю, что параллели две абсолютно одинаковые. Ох, так, что тебя еще спросить про парфюмерный гардероб? Тебе нравится это делать? Сложно это делать? Вот как это для тебя, эта услуга? Ну, на самом деле, это не сложно, даже если понимаешь, с чем-то работать, но, опять же, я адаптировал ассортимент в свой подбор гардеробов, в том числе. То есть каких-то ароматов нет, как бы, да, естественно, я буду их докупить, но в большинстве случаев, в большинстве, скажем так, клиентов, ну, ассортимент на сегодняшний день, это, ну, порядка, там, наверное, 150-180 ароматов, то есть, в принципе, я могу удовлетворить любые фактические потребности. И в бюджетном сегменте, там, в другом сегменте, вот, поэтому здесь возможностей на таких нет. Единственное, что еще очень важно, как мы будем подносить данную услугу, в ключе. Поделюсь, как бы, своим примером, это, скажем так, особо не затратно. Я тогда предоставлял гардероб человеку, естественно, это идет упаковка с набором и я делал сюда буклет. Буклет обязательно цветной, то есть не черно-белый. Можно, конечно, и в бюджетном виде предоставлять, но многие люди, они именно так сильно воспринимают, и когда этот человек в офлайне презентует, что он гардероб, показывает что-то наглядное в бюджете, то, соответственно, выглядит что-то другое, и уже ценность еще добавляется к той услуге, которую вы предоставляете. То есть человек в любом моменте, если что-то забыл, какой аромат для чего нужен, он открывает этот бюджетный и смотрит, собственно говоря, правильно ли он использовал аромат для своего документа. Для тех, которые обстоятельства не применили. Я правильно понимаю этот буклет после вот этой презентации, как шаблон использовал, то, что мы на курсе эксперт делали? Да, да. Я просто его адаптирую непосредственно по конкретной гардеробу, они все идут именно. То есть я в типографии заказываю гардероб именно для конкретного человека. Вот. И человеку приятно, что это вот такой-то общий шаблон такой, да, там, с вотописными, скажем так, текстами, а именно сделание специально для него. А сколько у тебя по времени занимает один подбор парфюмерного гардероба? Ну, в зависимости от потребностей, ну, в среднем это до 7 дней, чаще всего. Вот. Но в среднем это может быть там и 3,5. Если подбор... Ну, 3,5 ты каждые сутки работаешь? Ну, сколько в часах? Ты, может быть, считал? Нет, не считал? Сколько это? Ну, в часах, на самом деле, это работа творческая. И здесь сложно очень сказать, сколько это конкретно может занимать время. Вот. Но если в часах, это, ну, может быть, и 10 часов даже. А там на картинке уже вставить, да, парфюмов? То есть сам подбор, может быть, и меньше занимается? Ну, подбор, да, подбор будет занимать меньше, но грамотно описать аромат именно в буквете к подбору, да, то есть в какой-то стеле они приближают, а составить вот этот маток визуально-то стель. То есть, конечно, чуть больше времени уходит, чем будьте с тебя подбором. Поняла. Слушай, вот хотела еще спросить. Я знаю, что ты выступал на разных конференциях женских, в клубах. Тебя там приглашали, рассказывал тему про парфюмерный гардероб. Как аудитория эту тему воспринимает с твоих, вот, своего опыта? По моему опыту, в открытом городе, люди воспринимают, потому что, ну, там бы не было попробовала. И здесь даже дело не в том, что я мужчина там выступала в женских футбах, да, в целом даже если день, чтобы выступала. И многие, скажем так, у меня в цели парфюмерных гардеробов, для них это вообще кто-то новый. И когда ты описываешь, плеч, естественно, как бы на таких мероприятиях нужно с собой иметь некоторый раз артенок для того, чтобы человеку дать, попробовать, чтобы он ощутил этот аромат, да, и у него какие-то картинки в голове, если он так не рисовались. И вот поэтому публика всегда на лай реагировала и обратная связь на себя поводительная была в этих мероприятиях. А какой тебе самый частый вопрос задавали на таких мероприятиях? Вот, про парфюм? Ну, сейчас попробую вспомнить, что же там, в этих частых вопросах были. В основном, конечно, я когда приезжал на такие мероприятия, все просто видели вот эти все красивые флаконы и, я не знаю, практически вся аудитория была припоминана каким-то флаконом, все хотелось попробовать и так далее. Вот, но что касается вопросов, наверное, ну, как подобрать для себя, вот это более часто был вопрос. Потому что больше человек, ну, важно, конечно, и самому тоже ориентироваться в этом мире подхемерии, вот, для того, чтобы можно было самостоятельно прийти в магазин, выбрать, что-то, и так далее. Здесь тоже есть определенные параметры, да, то есть определенные требования, как нужно подобрать для себя аромат. То есть это должно сочетаться и с цифрой одежды, и с теми самыми обстоятельствами, в которых мы используем этот аромат. И, так, в принципе, я всегда добычу информацию, для своих клиентов ароматов всегда должно быть, ну, как минимум, одежды, да, то есть мы должны перекрывать четыре сферы, это точно, и минимум, должно быть ароматов по два на каждую. То есть вы же не ходите в трубы летом, правильно? Вы же не ходите в одном или том же партии всей жизни. То есть здесь с ароматами то же самое, у нас может быть разное настроение, у нас разные мероприятия, встречи, работа и так далее, то есть здесь на соход, где работает, но каждый аромат, это, скажем так, отдельная история, которая нельзя срабатывать, с одеждой и с теми, что мы понимаем. Так, слушай, вот еще такой вопрос появился у меня в голове. Как ты относишься к тому, что, ну вот смотри, есть клиенты, которые просто, я люблю, не знаю, бакараруш, мне нужен аромат в стиле бакараруш. Даже вот как бы сформулировать такой вопрос. Мы когда подбираем парфюмерный гардероб с учетом аромовоздействия, да, мы там учитываем не только предпочтение клиента, но еще и как бы вот тут занятость, ключевой аппорт, куда он подходит и так далее. И вот если мы понимаем, что вот это бакараруш неуместно для использования как парфюма на каждый день, вот, что ты обычно говоришь клиенту в таких случаях. Переубеждаешь, не переубеждаешь, как рассказываешь. Ну, естественно, я стараюсь донести информацию о том, что это, к слову говоря, красная плача и яркая помада на все случаи и вижу, да, то есть это не работает. Это не всегда может быть уместным. И большинство людей очень часто, да, они вот как раз используют такие ароматы, которые яркие, которые чаще всего будут значиваться для мероприятий, потому что они имеют важные такие для многих клиентов показатели технические, да, это стойкость и шлюз. То есть мы все хотим, чтобы один раз унес, и двое супер там аромат с нас не... Ну, не слетал, да. Как говорится, у риса живет, вот, ну, как бы не плохо. Но на самом деле я стараюсь донести информацию, то есть, ну, да, бакара, можно, конечно, но это аромат будет для мероприятий, это аромат будет для ароматических средств, потому что там сладкие, твердые идут. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно понимать еще что-чего от аромата, вот, и, возможно, теперь направить его немножко в другое место. Ну, то есть ты рассказываешь о том, что это... Ну, конечно, конечно, потому что если это в рамках, потому что уйдет, ну, просто даже распила, да, у меня всегда есть фишка, ну, фишка, ну, фишка тоже использует, я к любому заказу всегда даю небольшой подарок из небольшого телеванта аромата и стараюсь этим клевантом догадать таким образом, чтобы он всегда имел обратную связь с этим ароматом. То есть, к примеру, многие там знают про флёрный почек, да, он многим всегда заходит, и, в принципе, аромат, он, ну, более-менее, можно его использовать на преддневную, в носку, да, либо к нашему мероприятию. И вот чаще всего, по-моему, как этого аромата я делал этот клевант, и люди всегда возвращались. А что это такое? Это вкусно пахнет, у меня все в тракте хвост. Вот, поэтому здесь, конечно, тоже можно вот этим пользоваться, какие-то, может быть, небольшие объемы данных в подарок, но тем самым лояльность наших клиентов, оно будет все лучше именно нам. И если мы еще поберем какой-то аромат, который произойдет, скажем так, ожидание, с кипевалом эффектом, ну, обои отливы пахнет. Так, ты вот скажи, ты еще, ну, ты рассказывал, что давно в парфюмерии, много лет уже здесь, а ты видишь, как меняются покупатели, клиенты, как кто-то с ними приходит, или, в принципе, как раньше, просто так и сейчас, видишь? Ну, конечно, потому что клиенты, которые были требовательными, они, в некотором случае, даже были грамотно, чем были несколько лет назад. Потому что сейчас очень много и многих разных клиентов, там, сегодня можно ролики на YouTube, и так далее, что их люди смотрят, интересуются все равно. И, естественно, как бы, ну, я не скажу, что сейчас клиент избалованный, но он был грамотный в этом направлении. К крайней мере, он уже примерно понимает, что ему нужно. И поэтому он присматривается уже к аспектам, да, то есть тем людям, которые продают YouTube, которые работают, естественно, они будут более, может быть, предвзято относиться к таких людей. Но в целом, конечно, скажем так, людей очень много, которые просто по привычке еще пользуются ароматами и, ну, живут, скажем так, по старинке, то есть пришли в магазин, купили и пользуются, либо там им подарили, и все. И давай задам тебе завершающий вопрос. Как, вот, что ты видишь, как ты думаешь, какие есть перспективы в парфюмерии, роста, развития вообще в целом и тебя в частности? Ну, перспективы, на самом деле, достаточно безграничная количество, потому что здесь можно отучиться, скажем так, на парфюмерного эксперта и просто продавать, да, быть очень драматным продакционным экспертом. Можно продавать и студию, в том числе гардеробу, естественно, подбор гардеробов. Можно даже делать какие-то небольшие мастер-классы проводить обучение, небольшие хотя бы по той сфере, где ты очень хорошо разбираешься. Что касается моего непосредственного развития, конечно, мне уже более интересна тема именно парфюмера, то есть именно создание ароматов, да, знакомство с более широким спектром, но, чтобы все понимать и уже, скажем так, творить самому. Вот. Что касается развития вообще в целом, здесь очень много направлений. И арома стилистика, и диффузоры, свечи, то есть сейчас очень много людей, этим облетается, да, очень большой сортимент. Здесь нужно, скажем так, занять свою миссию. В этом плане даже при большой конкуренции всегда можно быть на виду людей. То зависит от сервиса, который ты предоставляешь, и то зависит от того, как ты это пропадешь. И давай напоследок добрые слова слушателям прямого эфира, кто в парфюмерии, либо пока только-только начинает заниматься, либо уже здесь давно занимается. Что бы ты дал, как напутствие с твоей стороны? Ну, какое напутствие? Во-первых, всем желаю не только в наступающем, но и в целом мечтать, стремиться к своим мечтам, потому что бы они исполняли, стали для себя высокие цели. Потому что в нашем мире все меняется очень динамично, и если развиваться в этом направлении, в таком мере, то здесь нужно постоянно как опула двигаться, потому что если опула не двигается, она максимируется. И здесь как бы смысл то же самое. То есть если вы в теме, то нужно постоянно быть в движении, постоянно разъединяться. Когда вы посмотрите на то, кем вы делили два-три года назад в эту серию, вы скажете, блин, это только такого результата я добился. Поэтому я желаю желаю тебе тоже с наступающим праздником, поздравляю, желаю всего хорошего, спасибо, благодарю за эфир. И тех слушателей, кто сегодня был на эфире, тоже по традиции напишите, пожалуйста, в Телеграме под любым постом, как вам прямой эфир с Михаилом, что нового для себя взяли, интересного. В общем, тоже какие-то добрые слова и обратную связь. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok